МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Длиною три четверти века. Брестская область празднует свой 75-летний юбилей. Праздничная дата – результат огромного труда многих поколений наших земляков, которые на разных этапах ее непростой судьбы отдавали свои силы, способности и жизненный опыт во благо Берестейской земли. Я всю свою жизнь во главу угла ставил благосостояние своих земляков, берестейских селян-тружеников, которых еще стоит поискать. Откровение героя социалистического труда председателя с большой буквы Евгения Ивановича Кудинова. Есть такая профессия – родину защищать. В Брестской крепости у скульптурной композиции «Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим» 134 новобранца Брестской пограничной группы имени Держинского присягнули на верность белорусскому народу. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. 4 декабря 1939 года был подписан указ Верховного Совета СССР о создании Брестской области. Окончательные черты Брестская область обрела в 65-66 году прошлого века, когда были восстановлены Жабенковский, Ганцевичский, Ивановский и другие районы, упраздненные в ходе политики укропнения. Современная Брещина – это 16 районов, 20 городов и более 2000 деревень. Три четверти века – это значимая дата для всех берестейцев, которые восстанавливали и строили, возводили предприятия и трудились на полях и фермах. 75 лет – это результат огромного труда многих поколений наших земляков, которые на разных этапах ее непростой судьбы отдавали свои силы, способности и жизненный опыт во благо Беревской земли. Именно трудолюбие, вера в свои силы и истинная любовь к своему краю стали тремя китами, которые на протяжении всей истории области помогали преодолевать трудности, вселяли оптимизм и способствовали успешному решению самых сложных задач. 5 декабря во Дворце спорта «Виктория» прошло праздничное мероприятие, посвященное нашему краю – Брестской области. О торжестве, о людях, о Брещине – первый материал программы. Любовь к своей малой родине, проявление искренней заботы о ней, память о героическом прошлом, трудолюбие, терпение и гостеприимство – отличительные черты нынешнего поколения жителей Брещен. Уверен, что и впредь вы будете делать все возможное для сохранения и приумножения материального и духовного богатства этого уникального уголка Белорусской земли. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов на благо нашей родной Белоруссии. Александр Лукашенко. Слова главы государства Александра Лукашенко дали старт началу торжественного мероприятия, посвященного 75-летию Брестской области, посвященного людям, которые живут на этой славной земле. Берестейский край встретил свой юбилей достойно, с высокими показателями социально-экономического развития. Сегодня Брещина – один из самых динамично развивающихся регионов суверенной Белоруссии, с развитой экономикой, промышленным и сельскохозяйственным комплексом, социальной инфраструктурой. Долгий и трудный путь прошел Берестейский край с момента создания в декабре 1939 года и до настоящего времени. Годы военного лихолетия, разруха, голод и в одночасье становление городов, промышленности, сельского хозяйства достойно пережили все испытания и политические перемены. Люди Берестейские не сломались, справились. Именно они – люди нашего края. Хлеборубы и врачи, педагоги и станочники, спортсмены и артисты, люди-труженики, которые своими делами прославляют наш регион. Главная ценность – благодаря им совершенствовалась и модернизировалась структура народного хозяйства. Строились дома и объекты здравоохранения, школы и детские сады, спортивные объекты. Современная Брещина – результат огромного труда людей нашего края, талантливых и ярких, уникальных и неповторимых. Их общие усилия делают нашу землю цветущей, развивающейся, уверенно идущей к намеченным горизонтам. Брещина устремлена в будущее. В области по праву есть чем гордиться. Стабильно развивается промышленность и строительство. Новый технологический уровень демонстрирует сельское хозяйство. Модернизируется перерабатывающая отрасль, которая произвела значительные объемы и лидирует в республике по экспорту продукции. Большая работа проведена под переснащением учреждений здравоохранения и образования. На качественно новый уровень поставлено не только производство, но и предоставление услуг. Растет экономическая, культурная, туристическая привлекательность области. Более трех тысяч гостей и приглашенных собрались в зале спортивного комплекса «Виктория». Более трех тысяч людей, которые внесли весомый вклад в становление и развитие края. Члены правительства, ветераны Великой Отечественной войны и ветераны труда. Люди, которые руководили не так давно областью и те, кому сегодня доверена столь высокая миссия. Педагоги и врачи, строители и работники различных предприятий, представители всех регионов Брестской области собрались, чтобы вместе порадоваться тем славным делам, которые смогли сделать люди под гордым именем жителей Брестской области. Перез зрителями за несколько часов торжественного мероприятия прошла вся история Брещины в лицах, на кадрах фото и кинохроники. Богатая традициями, щедрая на таланты Брестская земля взросила многие поколения прекрасных людей, хлеборобов и ученых, врачей и учителей, вязателей и музыкантов, спортсменов и космонавтов, военачальников и государственных деятелей. Страна по праву гордится теми людьми, которые на разных этапах истории принесли славу нашим наплодь Беларуси. На сцену в этот особо торжественный вечер поднимались люди, заслужившие право именоваться лучшими из лучших врачей и педагоги, представители строительных компаний, руководители предприятий, сельхозорганизации районов. За многолетнее служение Брестской области и Беларуси, за кропотливый труд правительственной грамотой был награжден глава региона Константин Сумар. За этими результатами, конечно же, очень огромный, огромный труд. И тех людей, которые сейчас живут и трудятся и на предприятиях, на заводах, на сельхозугодиях, в здравоохранении, в культуре, я должен сказать, что и здесь очень большой труд тех людей, которые работали до этого, которые закладывали тот базис, тот фундамент, на котором мы сегодня строим очень добротные, хорошие здания, которые называются Брестской области. Поэтому, конечно же, сегодня я хотел бы сказать, во-первых, огромное спасибо и тем, кто восстанавливал нашу область, и нашим ветеранам в первую очередь за это. Конечно же, тем, кто продолжал эту эстафету бирать ветеранов, и тем, кто сейчас трудится. Я желаю, чтобы наши люди были всегда крепкими, чтобы были они здоровыми, чтобы были счастливыми. Самое главное, чтобы в каждой семье был мир, добро и благополучие. И сто лет всем в жизни. В дни столь масштабных торжеств, в дни юбилеев на Брещене стало уже традицией присваивать особые звания особым людям. Тем, кто прославляет и ратует за благополучие своего края. В год 75-летия четырем представителям Берестейского края было присвоено высокое звание почетного гражданина Брестской области. Это в прошлом первый секретарь Брестского обкома КПБ, секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии Анатолий Антонович Зеленовский и Виктор Иванович Бурский, являвшийся председателем Брестского облсполкома, архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан, управляющий Пинской епархией, первый белорусский чемпион погреблей на 17-х Олимпийских играх Сергей Лаврентьевич Макаренко и Мария Петровна Осипова, профессор кафедры педагогики Брестского государственного университета имени Пушкина. Я каждый год приезжаю на свою малую родину, чтобы встретиться с теми людьми, которые еще были в моем детстве для меня значимыми. И изменилось все. Села, деревни, города. Создается уют, комфорт для людей. Я вижу настроение этих людей. Это такой маленький, красивый уголок Брестской области, часть нашей Родины. Ее надо любить, ценить и каждому вносить свой посильный уклад. То, что мы и делали те, кому сегодня присваивают такое почетное звание. Я горжусь тем, что мне выпала честь жить, трудиться в Брестской области на ее благо. Сегодня подводим итог. Бытие в области за 75 лет. Были времена и радости, были времена, и скорби, и политкоотечественная война. Народ восстановился. Были так, и в церкви были периоды упадка церковной жизни. Это все на сегодня восстановлены. Все храмы, даже в большем количестве, чем были. И город радуется. И дай Бог, чтобы все люди жили в мире, в согласии, как говорится, в союзе мира и любви пребывали. Ну и ставили Господа, и чтобы Господь нам помогал в нашей жизни, чтобы все было благополучно, был мир спокойный в нашей белорусской области. А для всех участников торжества приятным дополнением к наградам, грамотам и дипломам стало выступление творческих коллективов Брещены. Среди приглашенных столичных коллективов – белорусские песняры и Тео. Ну а с дружественной Россией – Надежда Бабкина и ее коллектив «Русская песня». Радости вам, хорошего результата в жизни. И, конечно же, самого главного, чтобы дети были в тепле, окуты, одеты, в радости пребывали, в благополучии каждой семье. С уважением вам, Надежда Бабкина. Русская песня, с любовью вам! Горосия! Брестская область! Юбиление! Лариса Смолович, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Герой следующего сюжета нашего выпуска – человек, который также внес значимый вклад в развитие Брестской области. Это Евгений Иванович Кудинов. Человек, который отмечен такими высокими правительственными наградами, как Орден Ленина, золотая медаль «Серб и молот», Орден Октябрьской революции, Орден Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы Народов, Медаль за трудовое отличие. Евгений Иванович – один из тех людей, чьи заслуги перед Отечеством подтверждают звание Героя социалистического труда. 30 лет Евгений Иванович возглавлял на Пружанщине колхоз «Рассвет», который долгие годы являлся одним из флагманов сельского хозяйства Брещины. Итак, знакомьтесь, Евгений Иванович Кудинов. Накануне юбилея Брестской области супруги Кудинова Евгений Иванович и Елена Антоновна встречали гостей. Поздравить героя социалистического труда, председателя колхоза «Рассвет» с 30-летним стажем и просто замечательного человека приехали представители городского исполнительного комитета. Слава, поздравления, подарки и, конечно, награда. Уважаемый Евгений Иванович, по поручению губернатора Брестской области, председателя Брестского областного исполнительного комитета Константина Андреевича Сумара, разрешите в преддверии 75-летнего юбилея области передать приветственный адрес от его лично. По его поручению от городского исполнительного комитета я поздравляю вас с юбилеем. Вы много сделали для нашей области. Действительно, Евгений Иванович Кудинов сделал для региона немало, бессменно. На протяжении 30 лет он возглавлял в Пружанском районе колхоз «Рассвет». Тяжело пришлось, поднимал практически с нуля, но выдержал. За годы руководства вывел отстающее хозяйство в одно из лучших не только в регионе, но и во всей Белоруссии. А награды говорить не любят. Все больше Евгений Иванович рассказывает о людях. На взгляд Сидовласова, но такого молодого душой мужчины, главное в работе любого руководителя найти контакт с народом. Вот когда поверят, когда убедятся, что словно ветер не бросает, что сам трудоголик, тогда работа начинает спориться и дела на лад идут. Моя, наверное, сила, что я сам труженик, очень много работал вместе. У меня рабочий день был, я вам скажу, самое меньшее, это 12, а в пик 16 часов. Это абсолютно честно. И так работали люди, так работал председатель. Но мы, лично я хотел, чтобы как-то своих людей прежде всего сделать людьми. Люди мне поверили, я для людей работал, отдавался все на это. Уже в 70-е колхоз «Рассвет» достигал высочайших показателей и в намолоте зерна, и в надуях молока. Хозяйство большое, людей не хватало. Уезжали в те годы из колхозов. Пришлось вырабатывать свою стратегию. Получилось. Построил клуб, организовал весьма высокое медицинское обслуживание. Концерты артисты не переводились. Съездил в Финляндию, у рассветовцев появилась финская баня с белорусским колоритом. Люди перестали заглядываться на городские блага. Образовался островок. Наши люди начали выделяться по всем позициям. Они уже начали говорить, это наш председатель. Я ведь говорил, это мои люди, рассветовцы. И это уже гордыня. К нам пошли специалисты. Мы не имели никакой проблемы ни с одним специалистом, при этом хорошие специалисты. Почему? Потому что наряду с этой инфраструктурой мы начали строить жилье. И строили хосспособом. Нам никто особо не давал никаких указаний. Агрогородок к моему наградению уже выстроили. Тогда еще и слова «агрогородок». Не было такого слова «агрогородок». Такие, как Евгений Иванович, это пример или руководителей, или простых брещан, жителей нашей области. Потому что это отношение к делу, отношение к жизни. Мы сегодня слышали, что в его рассказе о своей жизни главное слово, как я для себя подчеркнул, это было слово «люди». Он хотел для того, чтобы и делал, и вся его жизнь была направлена, чтобы людям жилось хорошо, чтобы у людей была возможность работать, зарабатывать и достойно жить. И, в принципе, от этого, вот, наверное, эта любовь к нему тоже была со стороны людей. Больше 30 лет он был директором колхоза. Это тоже много о чем говорит. Это истинный пример того, как нужно относиться к жизни, как нужно относиться к людям и как нужно вообще проживать эту жизнь. Рассматривая фотографии, листая страницы семейного альбома, Евгений Иванович радуется и за то, что сам сделал, но больше всего радуется тем делам, которые сегодня происходят в области. Разумный подход руководителей, толковые ребята, с уверенностью говорит, в душе по-прежнему председатель Кудинов. Брещено всегда отличалось. Здесь, мне кажется, что особое отношение к любому делу. Если это райком, там работают кадры с пониманием дела. Об обкоме не говорить, это вообще свое ЦК, в которые попадали всегда очень разумные люди. Люди умеют здесь хорошо работать. Только нормально надо направлять усилия этих людей. И в этом плане Брещено преуспело. А надежным тылом для Евгения Ивановича всегда была его семья. Супруга, с которой уже 58 лет вместе, и две дочери, сегодня и внук. Они поддерживали, они охраняли, они сподвигали на все то, что делал. Года пролетели, молниеносно, вы знаете. Ну, заботливый был, заботливый, уложительный, никогда не нагрубил. Никогда за нашу, что мы уже проживаем 58-й год совместно, ни разу он не нагрубил. Он так все спокойно, таким тихим тоном. Ну, конечно, в жизни всякое бывало. Для вас, как мудрая женщина, что самое главное? Чтобы сохранить семью, чтобы семья была в достатке, дети досмотрены, муж таким был. Ну, не знаю, мне кажется, справедливость, верность, слушайте, без обмана, вот так. И, наверное, любовь. Ну, и любовь, конечно, без любви это не бывает. А вы любите Евгения Ивановича? Ну, мне кажется, да, раз прожили столько. А вы счастливый человек? Абсолютно. И вот в этих словах, главных, искренних, заключается смысл человеческой жизни, такой долгой, весомой, значимой, как у Евгения Ивановича Кудинова. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Напомню об основных. В Брестском областном родильном доме открылось педиатрическое отделение для недоношенных малышей. Это еще одно подтверждение статуса больницы, доброжелательной к ребенку, присвоенному в 2009 году Всемирной организацией здравоохранения, этому медицинскому учреждению. В целом, начиная с 2007 года, на модернизацию роддома направлено более 124 миллиардов. Основные вложения поступили из областного бюджета. За эти годы введен в эксплуатацию акушерский корпус. Реконструированы и переоснащены гинекологический с операционным блоком и областной гинекологический эндоскопический центр. Стоит отметить, что новое педиатрическое отделение обошлось порядка 15 миллиардов. Уютные, комфортные палаты для мам и деток. Комната для приготовления молочных лечебных смесей. Палаты с самым современным оборудованием, среди которых особая гордость персонала – палата интенсивной терапии. Следующий этап модернизации областного роддома – открытие медико-генетической лаборатории, запланированной на 2015 год. Помещения для нее уже подготовлены, а вот на оборудование требуется еще не менее 28 миллиардов. Средства на него будут выделены. Уже проведены переговоры с немецкой фирмой, которая производит современное оборудование для медико-генетических центров. Все то, что сделано за эти годы, это именно благодаря программе, которую тянул президент нашей страны по модернизации всей медицинской отрасли. И надо сказать, что мы стараемся выполнять добросовестно, тем более с опережением тех сроков, которых мы брали на себя и которые ставил наш глава государства. Это первое. Второе. И, конечно же, мы все должны понимать, что в этой жизни нет ничего дороже, как человеческая жизнь. И вот отсюда она начинается с этого именно здания. Тут уже не здание, это не родильный дом, это целый медицинский комплекс гинекологический, который построен мы начиная с 2007 года. И надо сказать, что если брать историю роддома, это просто к слову. С 1948 года с этого периода, по на старшее время родилось, в этом здании в роддоме 251 тысяча новорожденных. Это целый город Брест. На этой неделе прошло торжественное открытие административного здания управления Следственного комитета по Брестской области. Реконструкция значимого для Брещина объекта началась в августе прошлого года. Уже сегодня новый административный комплекс объединил под одной крышей все подразделения управления. Правоохранители ведомства получили возможность работать в более комфортных условиях. Я сам выходец с Брещина, и для меня это искренне важное событие в моей жизни, потому что вы прекрасно, особенно кто по старшим возрастом, помните, что здесь находилось раньше. Это был военный госпиталь, и люди старшего поколения помнят прекрасно, когда возникали проблемные вопросы о том, когда было принято решение о том, чтобы этот госпиталь реорганизовать. При образовании Следственного комитета было принято решение о передаче в оперативное управление Следственного комитета вот этих площадей. И сами видите, что здесь получилось, какое прекрасное здание, какие комфортные условия для службы следователей наших. Выездное заседание Координационного совета по вопросам охраны историко-культурного наследия состоялось на базе Пружанского, Ивацевичского и Березовского районов. В центре внимания оказались такие объекты, как Ружанский замок Сапегов, реконструкция которого стоит на первом месте, а также дворец Пусловских в городе Косово, Ивацевичского района, работы по восстановлению которого ведутся по принципу сохранения первозданного вида замка. Этот архитектурный памятник – живая история в камне, которая должна сохраниться. Цитата Константина Сумара полностью передала основную концепцию реставрации исторического памятника, а также Картезианский монастырь в Березе. Охрана историко-культурного наследия Брещины – один из важных аспектов государственной политики. Ведь от того, насколько грамотно будет реализовываться программа по возрождению и реконструкции исторических памятников, зависит интерес зарубежных гостей к нашему краю и нашей истории. Безусловно, это позволит получить Брещине почетный статус туристической Мекки. Состав пограничных войск Белоруссии пополнился новыми представителями. В Музее обороны Брестской крепости состоялся торжественный ритуал выпуска слушателей курса подготовки младших офицеров. Вчерашние студенты стали обладателями лейтенантских погонов и уже в ближайшие дни вернутся в свои части нести службу. Среди тех, кто в торжественный день стали обладателями новых погон, люди, имеющие достаточный служебный опыт, подкрепленный многолетней плодотворной работой, высокие морально-деловые качества, преданность делу и профессионализм – вот то, что отличает молодых представителей офицерского корпуса. Новое звание, новая должность, новые обязанности легли на плечи офицеров вместе с новыми звездочками на погонах. Вы смотрите итоговую программу BookInform. Продолжаем разговор об интересном, актуальном, важном. На этой неделе в Бресте уже во второй раз открылась неделя казахстанского кино. И это знаково, ведь именно культура и искусство дают возможность поближе познакомиться с историей, традициями, жизнью других народов. Казахстан – одна из тех стран, с которыми Беларусь связывает весьма крепкие узы. За короткий срок казахстанцы, как и белорусы, построили сильное процветающее государство, в котором главными считается единство народа и стабильность в обществе. По праву гордится народ своим президентом, Нурсултаном Назарбаевым. И первый фильм, который был представлен Брестскому зрителю, рассказ о юности нынешнего лидера казахского народа. Примечательно, что премьерный показ состоялся 1 декабря, когда дружественное государство отмечало день первого президента. Прекрасная страна, с которой Беларусь связывает дружественные отношения уже на протяжении не одного десятка лет. Казахстан – потрясающе красивая, экономически сильная, с особыми национальными традициями государства. Все в нем делается для людей и ради людей. Суверенность, приобретенная чуть более 20 лет назад, дала новый импульс к развитию. Об этом говорят многие факты. Развитая энергетическая отрасль, сельское хозяйство, машиностроение. В этом году наша съемочная группа смогла убедиться в этом. По приглашению правительства Казахстана мы увидели вживую, что представляет собой эта многоликая, многонациональная страна. Астана, Кастана и Павлодар – столица и промышленные области. За годы независимости здесь произошли глобальные изменения. И, как особо подчеркивают казахстанцы, все это благодаря президенту Нурсултану Назарбаеву. Мы за такой короткий промежуток времени достигли больших-больших достижений благодаря тому, что с первых дней независимости, когда предрекали Казахстану отсталость, бедность, и, на самом деле, одна из самых слабых звеньев среди республик бывшего союза была, так как это был сырьевой предаток. И вот у руля оказался президент наш, Нурсултан Абеджи Назарбаев. И благодаря его усилиям сегодня Казахстан уже узнаваем во всем мире. И те успехи как во внутренней политике, так и во внешней политике говорят сами за себя. На открывшейся неделе казахстанского кино брестскому зрителю был представлен фильм эпопея о главе государства Нурсултане Назарбаеве. Кинолента «Огненная река», рассказывающая о юности нынешнего президента, о годах его становления, духовного подъема, о человеке, который впоследствии станет сильным лидером сильного государства, лидером, который станет и одним из инициаторов создания таможенного союза. А уже сегодня мы говорим о Евразийском экономическом союзе, новом интеграционном сообществе, признанном в мире. Несомненно, это объединение даст новый толчок в развитии трех стран, таких держав, как Россия, Беларусь и Казахстан. Есть большая уверенность, что этот союз принесет пользу для народа всех трех наших государств. Он, цель этого союза, вот и в нашем понимании, и в понимании народов Беларуси и России, это развитие наших экономик. Несмотря на все эти кризисы вокруг, вот это большой, огромный рынок с населением уже 170 миллионов потребителей. Для таких крупных белорусских регионов, как Брестская и Гродненская область, это также толчок. Как успела убедиться наша съемочная группа, товар из нашей страны пользуется несомненным успехом у казахстанского народа. В изобилии представлена машиностроительная отрасль. Товары народного потребления, а главное, есть уверенность, что в едином экономическом пространстве для белорусского производителя рынок увеличится в разы. Это не просто возвращение в старое, это путь в новое. И данная интеграция позволит нам более активно, более быстрыми путями идти вперед, достигать цели, потому что мы будем работать сообща. Мы работаем с Казахстаном, и я надеюсь, что вот тот опыт, который мы приобрели три года назад, мы его возродим в ближайшее время, и будем тоже и образовательные, и медицинские услуги оказывать совместно с двум нашим братским народом. Мы активно принимаем участие в, есть такое понятие, дорожная карта Казахстана, в котором рассматриваются и планируются все основные инвестиционные проекты на ближайший год, несколько лет впереди, в которых также участвуют наши предприятия. Поэтому сегодня и наша и строительная отрасль, и наша сегодня промышленность, и наше сегодня мебельное производство, чем вот Брестская область тоже достаточно широко развита и известна не только на территории Республики Белуюсь, не говоря уже о нашем пищевом ресурсе и наших пищевых предприятиях. Это то, что мы сегодня со своей стороны предлагаем, продвиваем, создаем какие-то сборочные производства на территории Казахстана. То есть сегодня уже длительное время идет плотное сотрудничество брестских предприятий с казахстанами. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Антон Луковкин специально для итоговой программы. К другим темам. Защищать родину, землю, семью, проходя срочную службу в армии, способны только преданные своему отечеству люди, патриоты своей страны. И это действительно подвиг. Помимо того, огромная школа жизни, после которой молодые люди становятся сильнее, дисциплинированнее, учатся принимать взрослые решения. Все это предстоит и юным бойцам, недавно пополнившим ряды военных пограничных войск Брещены. Сегодня они в торжественной обстановке приняли присягу и поклялись верой и правдой служить на благо своей страны и ее народа. Для 134 новобранцев церемония – важное событие, новый этап жизни. Принятие присяги посетила и наша съемочная группа. Тему продолжит София Бережная. Позади первые построения, первые занятия на плацу – сборка оружия. Сегодня новобранцы, благодаря упорным стараниям, уже умеют кое-что из того, чему предстоит учиться в течение полутора лет. Две недели юноши, прибывшие на службу в погранвойска, проходили серьезную военную подготовку. Сегодня, умея хоть и начальное представление об армии, они с гордостью принимали присягу, понимая, что впереди новые испытания и новые задачи. Я начал ценить, допустим, очень сильно семью. Я до этого ценил, но еще более начал ценить, потому что вроде недалеко, вроде в Бресте, но не видимся. Тяжеловато. Сегодня присяги были проведены, часть военнослужащих из учебного пункта Брестской пограничной группы, которые прошли только первый этап обучения как воинов-пограничников. В понедельник они будут направлены в Центр по подготовке специалистов, Центр по подготовке специалистов техников, Центр по подготовке специалистов связи, Центр по подготовке специалистов кинологов. Это Сморгонь, Держинский, Пинск. У них начнется второй этап обучения. Спустя месяц, два, три они будут только тогда на правильных подразделениях границ, где будут выполнять непосредственно задачи по охране государственной границы. Несмотря на то, что юноши только начали постигать военную науку не на словах, а на деле, они уже отчетливо понимают, насколько важное решение приняли. Для кого-то это было мечтой, для кого-то пример отцов и братьев стал показательным. Как бы там ни было, каждый из новобранцев сегодня чувствует ответственность за несение долга перед отчизной, а дает отчет своим поступкам и действиям, начинает по-новому ценить свою страну, народ, своих родителей. Любой парень должен через это пройти. Он уже даже сейчас, по истечению месяца в службе, даже по телефону, по разговорам, он очень изменился, он стал взрослее. Ну, во-первых, в зале стали другие ценности. Они воспринимают совсем по-другому наш гражданский мир и там. Ценности становятся совсем другие. Начинает уважать лучше маму, даже по разговорам. Ну, я считаю, что для него, да. И в дальнейшем даже в выборе профессии, как бы, воинская служба нужна. Общаясь с родителем, общаясь с родственниками, однозначно говорят, что молодой человек меняется в лучшую сторону. Он становится более подтянутым, более собранным, более дисциплинированным. Это как человек. И в то же время, изучая предметы по профессиональному подотоке, изучая пограничное мастерство, он становится, ну, настоящим воином. Для каждого бойца, который сегодня произнес священные слова клятвы, этот день, безусловно, запомнится. Ведь они сделали важный шаг в своей жизни. В будущем, какой бы путь эти юноши не избрали, какую бы профессию не предпочли, военный опыт непременно им пригодится. Он поможет справляться с трудностями, станет основой сильной личности, настоящего мужчины, который с достоинством и честью прошел службу в пограничных войсках. Народная мудрость гласит – встречают по одежке, а провожают по уму. Однако первое впечатление, а это зачастую внешний вид, играет большую роль в жизни человека. Иногда это, на первый взгляд, незначительный штрих может стать решающим фактором. Например, во время знакомства или трудоустройства. Как сделать свой образ ярким и неповторимым, знают талантливые брестские модельеры – сестры Солонко. Их коллекции приятно порадуют даже взыскательных дам. Недавно Татьяна и Мария вернулись из столицы, где принимали участие в конкурсе «Модный силуэт» и заняли второе место. Познакомилась с дуэтом Кутерье и наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Маленькая, но очень уютная мастерская сестер Солонко напоминает швейный рай. Вокруг огромное количество разноцветных лент, ниток, большая палитра тканей. Именно здесь девушки работают над созданием новых коллекций. Сначала определяется идея, изюминка сезона. Подбираются фасоны и модели. И только потом модельеры садятся за кройку и шитье. Два творческих видения, две точки зрения, порой совершенно полярные. Однако желание порадовать берестейских женщин новыми комплектами элегантной одежды объединяет мастериц. Мы стараемся, конфликты, если у нас есть, то быстро их как-то решать. Долго мы не держим зла, потому что понимаем, что все равно надо идти работать, все равно надо разговаривать, общаться. Принять участие в республиканском конкурсе «Модный силуэт» девушки решили сразу же. Также быстро определились и с номинацией «Пхэта-порте» – одежда повседневного использования. Из большого перечня моделей Татьяна и Мария выбрали верхний трикотаж и несколько вариантов костюмов выходного дня. На одном из которых символ 2015 года по восточному гороскопу. Коза, приносящая удачу. Это не первое наше достижение, не первая наша награда. Честно говоря, мы даже не думали, что мы займем какое-то призовое место. Нам предложили поучаствовать. Мы вложили все свои силы, свои навыки, все, что мы можем. В основном верхняя одежда. В конце у нас вышла девушка в таком свитере с козой, так как год сейчас козы. Сейчас модельеры-конструкторы завершают работу над новой коллекцией, которая увидит свет уже в эти выходные в столице. Впереди у девушек несколько творческих конкурсов и огромное количество работы в городе. Приближаются рождественские праздники. Планы на будущее в буквальном смысле наполеоновские. Сейчас мы работаем активно. Осталось очень мало времени. Плюс еще у нас свои клиенты постоянные, которые тоже хотят на Новый год одеться красиво. Сейчас очень много работы. Весной будет новая коллекция, поэтому ждите новых идей. Анастасия Наздрин-Плотницкая, Виктор Халявк, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу BookInfor. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале BookTV работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-6367. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInfor в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы. Просмотры заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. На грядущей неделе погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная воздушная масса, поступающая с Черного моря. Если в трех словах будет сыро, туманно и скользко. В воскресенье 7 декабря на Брещене ожидается пасмурная без осадков погода с умеренным юго-западным ветром. Температура воздуха в ночные часы 0,2. Дневной фон не превысит 2 градусов со знаком минус. Мало что поменяется в погоде и в понедельник, 8 декабря. Сохранится неустойчивая погода. Утром и в течение дня без осадков. К вечеру возможен снег. Таков прогноз синоптиков. Местами туман, гололед на дорогах гололедится. Температура воздуха ночью 0,2. Максимально в дневные часы 2 градуса со знаком плюс. Редактор субтитров А.Семкин